МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате расследования уголовного дела, возбужденного по статье 275 Уголовного кодекса России, государственная измена в форме перехода на сторону противника, собрано неопровержимое доказательство причастности фигуранта к накриминируемому преступлению, которое суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговором Верховного суда Донецкой Народной Республики мужчина признан виновным с назначением наказания в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год после отбытия реального срока наказания. Приговор вступил в законную силу. Сотрудники наркоконтролю МВД России по Тверской области при содействии инспекторов ДПС на 146-м километре автодороги М10 России задержали подозреваемого в перевозке запрещенного вещества. 43-летний тверетянин передвигался в качестве пассажира на легковом автомобиле под управлением своей знакомой. В ходе личного досмотра мужчины полицейские обнаружили и изъяли свёрток с амфетамином в крупном размере. По месту жительства фигуранта сотрудники УНК провели обыск. Обнаружено несколько электронных весов, предметы для фасовки и упаковки наркотиков с остатками вещества. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы. В региональном следственном комитете внимательно рассматривают каждое поступившее сообщение, стараясь дать ответ в кратчайшие сроки. На особом контроле наиболее сложные ситуации. Цель такой работы – восстановление справедливости, обеспечение исполнения закона и правопорядка в нашей стране. Граждане могут в любое время подать в следственное управление Следственным комитетом по Тверской области обращения по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведение процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействия и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Офицеры Следственного комитета России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.